Три концерта в Белом. Именно такой дресс-код должны соблюдать музыканты и гости фестиваля классической музыки, который стартовал в Новосибирске. Билетов туда уже не достать. И это неудивительно. Его уровень поражает даже звезд мировой величины. Причины такого оглушительного успеха выяснял Рафаэль Адам. Ему слово. Август – месяц затишья для всех филармоний в России. Так было и в Новосибирске пять лет назад. Теперь музыканты репетируют в поте лица. Всего-то шесть лет прошло, а теперь вот кому скажи, что август не концертный месяц, люди смеяться будут в Новосибирске. Потому что август – это как раз тот самый месяц, когда проходит уже знаменитый Белый фестиваль. Вот так получилось. Конечно, когда затевали, мы попробовали. Алена Гейна Балквадзе тогда предложила, давайте сделаем что-то особенное. Не просто так вот очередной концерт, а пусть в нем будет что-то, чего еще не было. Вот давайте в Белом. И мы решили, давайте попробуем. Попытка удалась. Слушатели поддержали музыкантов и пришли в Белом. И приходят так уже пять лет. В этом году фестиваль «Особенный» открывает его звезда мировой величины Александр Князев. Александр – мультиинструменталист, играет на органе, виолончели. Здесь – на рояле. Его приглашение стало возможным благодаря финансовой поддержке Министерства культуры. Ну, в общем, идея блестящая. Вот. Я вообще просто потрясен, что… И я знаю, что все билеты проданы. То есть, значит, в такой мертвый сезон люди хотят слушать классическую музыку. Ну, это потрясающе, что я могу сказать. Так что браво. Всем браво. И за идею, за организацию. И, конечно, в первую очередь, вам за музыку. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok